Вице-премьер правительства России Виктория Абрамченко впервые, впервые за все годы, задекларировала особняк. Она нашла у себя в собственности особняк аж в три этажа, 359 квадратных метров. Особая пикантность в том, что 7 лет назад она пыталась продать этот особняк, оценив его почти в 28 миллионов рублей, полмиллиона долларов. По документам он был построен аж в 2010-м, но право собственности вице-премьер скромно оформила на этот особняк только сейчас, когда стала в новом правительстве вице-премьером. А до этого по документам особняк мое предположение числился бесхозным. Таким образом, все эти годы нынешний вице-премьер Абрамченко, простая арифметика, тупо экономила на имущественном налоге до 50 тысяч рублей ежегодно. То есть, обманывала мое предположение страну почти на тысячу долларов. Вот такие предположения высказывают сегодня мои журналисты об обмане. Можем, конечно, поспорить или провести еще одно голосование. Но мне кажется, что Виктория Абрамченко за это мелкую шалость не будет наказана. Хотя, куда смотрело бывшее руководство Росреестров, АНС и так далее, кажется, вопрос открытый. Еще одна интересная новость. Совладелец, покусившийся на каштау башкирской содовой компании Сергей Черников. Его супруга, Эдита Слатвинская, неплохо живет в Женеве. Семья имеет здесь недвижимость. Дом в Швейцарии самого Черникова, мое предположение, тоже существует. А вот удар по каштау сегодня, это не потому, что он сошел с ума. Он и его коллеги из башкирской содовой компании. А потому, что они хотят стать еще богаче. В ближайшее время мы расскажем об этой недвижимости господина Черникова в отдельном выпуске. Ну, а теперь то, что, как говорится, есть две новости. Как в анекдоте, начните с плохой, а кто сказал, что есть плохая, то есть хорошая. Вроде как Госдума окончательно решила в Венесуэле не возвращать аж три года долг Российской Федерации. Там очень крупный долг. И одновременно с этим решением другое сообщение. Россиян с 1 января 2021 года начинают штрафовать за долги по ЖКХ. То есть, кому-то можно нам не платить три года, а кому-то за ЖКХ платить нельзя. Такая вот простая и ясная параллель. Ну, а теперь Беларусь, о которой все меньше и меньше, на самом деле, хочется говорить. Потому что Александр Лукашенко сегодня окончательно прочертил тот вектор, по которому отныне будет развиваться его внутренняя политика. Он демонстративно наградил аж 300 силовиков, ОМОН прежде всего, сотрудники ОМОНа, аж 300 человек, медалями за безупречную службу. Никогда, по-моему, никогда за четверть века правления Лукашенко, больше даже, по 300 человек за безупречную службу, вот так, ни накануне Дня полиции, или там, не знаю, 9 мая, он никогда не награждал. В этом списке есть трое водителей автозаков и 9 сотрудников СИЗО. Награды за безупречную службу. Мое предположение, Лукашенко склоняется к введению в республике военного положения с комендантским часом. Но как будет работать республика под дулами автоматов, не знает никто. Завода, например, рудники, которые завоставали сегодня окончательно, метро и прочее, прочее, прочее. Кандидаты в президенты на прошедших в республике Беларуси выборах заявили, что власти Лукашенко не обращались к ним с предложением о пересчете голосов. Опять-таки, Лукашенко, вроде как, нас услышал и заявил не так давно, что он предлагал оппозиции пересчет голосов на президентских выборах, но ей, то есть оппозиции, цитирую, Лукашенко, это уже не актуально, поскольку им нужны новые выборы. Получается, что обманул Лукашенко. Вот взял, да, обманул. Но если не обманул, кто мешает сегодня Лукашенко выйти, официально заявить, обращаться ко всем, ну, по статусу, по регламенту, по протоколу, ко всем. И оппозиции. И предложить пересчитать голоса, пока бюллетени не сгорели в огне. Акции протеста, это все наши зрители знают, не продолжаются. Выпускники исторического факультета Могилевского педагогического института, это тот самый ВУЗ, который заканчивал когда-то, Александр Лукашенко, это его альма-матер, выпустили обращение с требованием освободить всех политзаключенных, задержанных в ходе президентской кампании. Вышли на свободу еще не все. Документ подписал 79 человек, в том числе известные люди в Беларуси. Игорь Лещеня, президент Словакии, посол в Словакии и Республике Беларусь, подал, как известно, заявление об отставке. Еще раньше он полностью поддержал митингующих. Это логичный шаг, сказал бывший посол, поскольку я назначен действующим президентом на должность посла и предполагается, что должен проводить определенную им политику. А МИД посчитал, что выраженная в моем заявлении гражданская позиция выходит за эти рамки. Сегодня же пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз подтвердил отставку главы департамента Северной Америки и Западной Европы, белорусского МИДа, Андрея Бушила. Ирландия и Канада не признали результатов выборов в Беларуси. Александр Лукашенко оказывается нелегитимным президентом. Для всего мира, фактически для всего мира. Со всеми вытекающими отсюда обстоятельствами. Кстати, очень интересно. Международные организации правозащитные, где-то у меня была эта новость, не признают не только Лукашенко президентом, но и обращаются, скажем, Международный фонд прав человека, обращаются к силовикам Беларуси. А слова очень серьезные. Совершаемые у вас в республике преступления, обращение к силовикам, есть преступления против человечности. Такие преступления не имеют срока в давности. Такие слова впервые произнесены. Такие преступления на улицах не имеют сроков давности. Все причастные к их совершению будут привлечены к уголовной ответственности. Это говорит Международный фонд прав человека. А мы? Наш совет по правам человека при президенте России. Я предлагаю всем нашим зрителям задать этот вопрос Валерию Фадееву, моему коллеге. Я им сегодня позвонил, спросил, мы-то будем что-нибудь когда-нибудь говорить. Единое же государство. Мы, наш совет по правам человека. Я не буду пересказывать свой телефонный разговор со своим коллегой. Понятно, что он мог сказать. Сато Путин сегодня в разговоре с Меркель, это очень важно, твердо акцентировал неприемлемость любых вмешательств в дела Белоруссии. Любых. В том числе и вмешательства военных. Или Росгвардия, или ОМОН. Еще ранее, совсем недавно, Лукашенко, мы помним, говорил о том, что Владимир Путин готов ввести войска. Так, во всяком случае, мы, мы все услышали Александра Лукашенко у нас на канале по этому поводу. Тут же выступил Франц Клинцевич. Сказал, что этого никогда не будет. Международные компании отзывают рекламу из Белоруссии. Со всех белорусских телеканалов. Лукашенко. То, что у нас происходит сегодня не только внутри, но и извне. У нас появляются проблемы, и это все, Лукашенко подчеркнул, это все, абсолютно скоординированные действия. Мы их уже видим в открытую. Но это еще даже не пик. События будут развиваться соответствующим образом. Но мы понимаем, в каком направлении. Когда человек, уж тем более президент, делает такие заявления, требуется доказательство. Иначе, я это извиняюсь по принципу, что одна баба в поезде рассказывала. Если есть какие-то координаторы, которых Лукашенко видит в открытую, почему же не назвать этих координаторов по именам? Прежде он не так стеснялся, не так, так сказать, в теева-то говорил. Рука Чехия он называл, рука Литвы, намекал на руку Москвы, еще что-то такое. Нынче просто. Все это внешний враг. И никаких доказательств. Особо отмечено, что Лукашенко провел сегодня телефонный разговор с Путиным. Наверняка Путин рассказал ему о своих разговорах с Меркель, позицию президента и канцлера Германии. Наверняка. Не обрадовал Лукашенко, мне так кажется. Белорусская оппозиция не обсуждает возможный выход страны из союзных структур с Россией. Об этом опять-таки говорил Лукашенко. Что получается, опять наврал, что ли? Рта не может открыть, чтобы не соврать? Еще раз, белорусская оппозиция не обсуждает возможный выход страны Белоруссии из союзных структур с Россией. У нас этот вопрос вообще не стоит на повестке. Мы расцениваем заявление Лукашенко как попытку манипуляции и обмана. Слова Марины Колесниковой, члены Координационного совета белорусской оппозиции. Лукашенко пугал, что Россия может потерять Беларусь, что Беларусь с новым, так сказать, правительством или новым Координационным советом выйдет из союзного государства, ОБКД и уберет военные базы. Без двух военных объектов, их нельзя называть базами, это военные объекты, но без двух военных объектов на территории России, на территории Беларуси, Россия, у нас об этом на канале недавно говорил Максим Шевченко, мы не сможем ответить адекватно, мы Россия, на возможный ядерный удар. Поэтому базы и находятся, ну не базы, это военные объекты, там и находятся Беларуси, на границах, бывших границах Советского Союза. При этом мы ведем себя, мы Россия и так, мы просто молчим, мы просто молчим, не знаем, что сказать, это самое сильное, дело наше, молчание. Почти половина москвичей относится к мэру Собянину позитивно, но Левада-Центр впервые в отношении Собянина зафиксировал серьезное снижение всех положительных оценок и двукратное увеличение негативных оценок. 45% москвичей относятся к мэру Москвы положительно, от 24% отношение отрицательное, это наиболее худший показатель с 2011 года. Еще год назад у Собянина была максимальная поддержка москвичей 57%, это к нему относились положительные люди и негативное было всего лишь 12%. Нам что ли провести свое голосование? Я доверяю цифрам Левада-Центр. Но ведь отношение Собянина это очень непростой вопрос. С одной стороны, да, к нему вопросов очень много, они множатся. К нему, к этим замечательным его помощникам, заместителям, вице-мэрам правительства Москвы, Краковой особенно, все вопросы повисают в воздухе и остаются без ответа. Или Сергунины, еще один выдающийся персонаж. Мы помним, как она выборы в Мосгордуму, она за них отвечала в правительстве, проводила год назад. Сергунина. С другой стороны, у Сергея Собянина есть, конечно, несомненные заслуги перед городом, потому что он сделал великую инженерную революцию, все трубы убрал так глубоко. Аммиакопровод сегодня, слава богу, даже атомная бомба не достанет. Мы видели, что было в Бейруте, когда взорвалась горючая жидкость. В Москве самое главное, нет и не будет никогда больше, это можно говорить абсолютно уверенно, газовых аварий. Сколько лет назад, на 9 мая на Кутузовском пламя выбивалось, огромное огненное, из земли газ взорвался. Шойгу метался, закрылки найти не могли документы. Он тогда МЧС руководил, Шойгу. Сегодня единый газовый пульт, такого в мире нет, почти нигде. Единый газовый пульт управления всем газовым хозяйством столиц, крупнейшим в мире, одним из крупнейших. Маленький дисплей, 5 систем надежности, оператор видит у дисплея, где какая авария, тут же блокирует газ и идет он по другим трубам. Это великая вещь. Мы ничего этого не знаем. Спасибо Сергунину, спасибо идеологам Москвы, они ничего этого не показывают, не объясняют. Я замучился говорить об этом мэру города. Есть чем гордиться. Тишина. Преступность упала, камеры везде. Уровень жизни повысился на 5 лет. Кто эти цифры знает, это реальные цифры. У нас полное ощущение, у нас, у многих из наших, нас просто обманывают. А многие обманывают. И в окружении Собянина очень многие нас обманывают. Где их работа? Где вице-мэр Горбенко? Огромные деньги тратят, миллиарды тратятся на пиар. Я простые факты привожу. Кто-нибудь знает об этих цифрах или фактах? Переволевший ковидом 19 житель Гонконга вновь заразился коронавирусом в Европе. А что удивляться, тела действуют 3-4 месяца. А легкие не возвращаются. Когда нам говорят, вот еще один обман предполагаю, я такой тотальный обман, когда нам говорят, что люди полностью выучились от коронавируса, это не значит, что легкие полностью восстановлены. У меня теща переболела. Уж личный пример приведу коронавирусом. 12% легких потеряла. Его в ней нет этого коронавируса. Антитела есть, болезней нет. А 12% как были поражены, так и остались. Если сейчас все те, кто получил 10, 12 или больше процентов невосстановленных легких, их невозможно похоже восстановить. Люди по-разному, многие врачи говорят, но у кого-то, видимо, да, у кого-то и большинство, у кого-то нет. Так новый коронавирус добьет эти легкие, еще 10% сожрет, или 12, или 20, или больше. сегодня Мишустин заявил, что глава Минэнергоновок заразился коронавирусом, лечится в Москве. И сегодня же новости о вакцинах, на этот раз о вакцине китайского происхождения. В декабре она будет продаваться у нас по 150 долларов за штуку. А вот дальше еще одна новость, на которую конечно надо обратить особое внимание нам всем. Если это не фейк, я не проверял, я не звонил в Казачий совет атаманов, но вроде как сегодня. Казачий совет всех атаманов России, это серьезная организация, издает приказ, согласно которому внимание казакам рекомендуется воздержаться от использования бесконтактных термометров, и вакцинирование от коронавируса, имеется в виду прежде всего наша вакцина, академика Гинсбурга, пока препарат не одобрит ВОЗ. Абсолютно точная, грамотная, взвешенная позиция, пока весь мир не скажет нам, все врачи мира, что эту вакцину каждый из нас добровольно, исключительно добровольно, может использовать, чтобы обезопасить себя от болезни, а Гинсбург говорит, что его вакцина действует два года, а не как другие пять-шесть месяцев, до тех пор, пока мы не услышим, что этот препарат безопасен, абсолютно безопасен, конечно, пользоваться им нельзя. однако Путину уже доложено, что вакцина зарегистрирована, я объяснял вчера, что она зарегистрирована, эта вакцина, чтобы пройти третий, самый важный испытательный срок, третий этап, третий этап на людях разных категорий, группы риска, дети, ну и так далее, третий этап добровольцы. Да, Академия Гинсбург вакцинировала свою дочь, свою жену, свою внучку, себя самого, и сесть на первом. Они разработчики. Все на себе проверяли аппарат, препарат. Но нам-то это что? Мы хотим знать позицию ВОЗа. Однако, параллельно с третьим этапом, который только-только начался и будет идти не один день, мы слышим, что в Москве уже кого-то вакцинировали, медиков, например. Как это может быть? И вот сегодня казачий атаман, казачий совет атаманов сказал, запрещаем. А если кто-то будет настаивать, то будет как в Белоруссии. Мое предположение. Люди на улицу выйдут. Уже в Хабаровский плакат против насильной вакцинации. Она не будет насильной. Мы первые об этом сказали, мы постоянно наш канал повторяем. Все будет добровольно, значит люди в леса уйдут. За топоры возьмутся факт. Но то, что мы так торопимся, то, что некто Дмитриев, фонд прямых инвестиций, отвечает за вакцину перед Путиным, уже докладывает ратосно, что у нас все хорошо. Забыв, к слову, о своих прежних обещаниях вместе с японскими коллегами какие-то препараты сделать еще что-то. Как все врут сегодня? Или врут, или молчат? Вот политика, да? Сплошное молчание, хотя мы в союзном государстве, я Белоруссия, событиях там молчания. И вранье на вранье. Еще раз, не пройдя третий этап и получив одобрение в мире, никакую вакцину, даже выдающуюся вакцину использовать нельзя. Об этом сегодня сказали казачьи атаманы. Запретив, запретив это приказ. Если кто-то будет такие приказы ломать, а у нас дураков-то полно, как мы видим во власти, это будет повод для многих сказать свое слово. Ну и Совет Федерации сегодня сделал замечательное заявление о шансоне. Как мы знаем вчера аркоганское и аркоганское единство признана экстремистской организацией. Я много вчера говорил о том вечернем выпуске новостей, что это такое, как это опасно. Запрещаются сегодня все сайты, где есть слово этого самого аркоганское, уркоганского единства. Детей вербуют в банды. Детей и школьников. Бандиты. Аркоганского. Арестанское, уркоганское. Арестанское, уркоганское единство. Единство. сайт федерации. Но вот сегодня сайт федерации выпустил специальное заявление, что да, блокируются сайты, зато шансон мы можем быть спокойны. Не подпадает под блокировку за пропаганду криминальной субкультуры. Ну, хоть здесь сказали четко и ясно, за шансон мы можем быть спокойны. Продолжение следует...